В чем действительно такая гениальность именно этого коллектива? Что он сделал такого, что мы почитаем их о гениах и таким базисом электронной музыки начала 90-х, конца 80-х и так далее? Очень тяжело говорить о том, что нравится действительно очень безумно. Действительно болеют звуком, они вытворяют нечто такое, что впоследствии заставляет остальных или равняться на них, или может быть менять свои взгляды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа Три Падабы. Слегка, правда, немножко не в свое время, не в свой день. Ну, это связано, конечно, с приездом моего большого друга Ильи Колдикуса, с которым мы тут недавно говорящие головы устраивали. И мы решили вместе провести вторую часть серии Амнезия. Это серия программ о различных таких, скажем, очень выдающихся проектах в области электронной музыки, таких, скажем, базисных и фундаментальных. Знаешь, каждая такая группа, каждый такой проект, каждый такой человек – это как бы такой кирпичик в фундаменте той электронной музыки, которую мы сейчас с вами любим и слышим. Здорово еще раз, дорогой дружище! Всем привет! В солофобы, в сололюбы и прочие люди. Да, и еще большой привет, сейчас я перебью. Хочу представить еще третьего нашего ведущего. Негласного. Да. Спасибо большое Нику Завриеву, который сейчас участвует в нашей программе, но он участвует виртуально. Он с нами находится на связи с помощью ICQ. ICQ, и я думаю, что он будет помогать нам некоторыми комментариями и так далее. В общем, мы всячески надеемся на его поддержку. А с чего мы начнем, Илья? У меня, как обычно, такой первый вопрос, также он был и в первой амнезии. Вот вопрос такой, а в чем действительно такая гениальность именно этого коллектива, да? Что он сделал такого, что мы вот почитаем их от гениев и таким базисом электронной музыки начал 90-х, конца 80-х и так далее? Твое мнение, лично просто, субъективно. Нет, лично мое, да, то есть вот рассказывать о своих любимых... Этот же вопрос я задаю и Нику. Ник, напиши, пожалуйста, мы обязательно прочитаем. На самом деле, очень тяжело говорить о том, что нравится действительно очень безумно. За ВСОЛом я, ну скажем, слежу буквально там вот с первых своих шагов знакомства вообще с электронной музыкой. И чем больше вот за ними наблюдаешь, за тем, что они делают, со временем появилась возможность и достать, скажем, совершенно их ранние работы, которые там тоже вы услышите, будут играть на фоне. Понимаешь, что люди, они действительно болеют звуком. Они вытворяют нечто такое, что последствия заставляет остальных или равняться на них, да? То есть или, может быть, менять свои взгляды. Или становиться клоунами. Кстати, клонов много в Fitcher Sound. Клонов много, много фейков, которые тоже так же гуляют там по интернету и выдают там себя за ВСОЛ буквально таким, надеюсь, что там могут как-то себя продать. Но в целом вот люди, которых, с одной стороны, вроде бы нет, в силу того, что они действительно не... У них нету живых выступлений, где можно прийти на концерты и как-то увидеть. Это люди, которые вот такой незримый андеграунд, но которые действительно творят вот свою электронную революцию. Кстати, пока мы не перешли... Ну, хотя всё, перешли, в принципе, к программе. До того, как был Fitcher Sound of London, были и куча других проектов. Кстати, в бонусе мы вообще вам поставим бомбу. Ну, об этом попозже. Я даже сейчас объявлять не буду. Это вообще будет в середине 80-х годов. А сейчас Humanoid... Это как? Правильно я считаю, наверное? Ну, конечно, будем по-русски. Humanoid, да. 89-й год с альбома Global. И я так понимаю, что тогда это был проект одного человека. Ну, вот здесь нельзя говорить однозначно. Значит, что, скажем, было-то исторически? И исторически всё началось в Манчестере, куда, собственно говоря, Дуган, в случае, уже был там. Да, то есть и Хабейн приехал туда на, скажем, обучение звукорежиссуре. В то же время была компания Stacker, которая делала электронное видео, да, то есть это в лице Марка Маклайна и Колина Скотта, которым для сопровождения видео потребовался некий музыкальный ряд. То есть они вышли на Дуганца, предложили ему поработать вместе. А так как Брайан и Гарри уже были знакомы, да, то есть Брайан пригласил Гарри, просто ему некому помочь. На самом деле уже, когда вышел полноценный релиз Humanoid Global, весь вокал мужской, который, в существо, там играет, это вот как раз Гарри Кобейн. Вы, значит, вокалист? Ну, вот, как слышишь, поёт. Хорошо поёт. На самом деле, да, то есть был сделан для Stacker, непосредственно был сделан один трек, который так и назвали Stacker Humanoid. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот только что был трек, конечно, вокал был совсем не Кобейна. Вообще, это девушка, которую никто не знает, но с красивым вокалом, Шерон Бенсон, 89-го год. Кстати говоря, он отдельно был выпущен или он без вокала был и на Global? Нет, как раз он и был на Global, да, с вокалом так и был, но отдельно ещё выпускался просто релиз, там было несколько вариантов, то есть сейчас у нас вот отыграла там Club Version, он, насколько помню, там было четыре трека, скажем, в разных там модификациях. Ну, кстати, вот спасибо Нику, Ник нам ответил по поводу этой команды. Мы читаем. Ну, меня на самом деле в Soul порвали дважды, при этом я не знал о том, что это одни и те же люди. Я, с одной стороны, обожал Humanoid, а потом влюбился в Live Forms. И вот эта способность делать, ну, совершенно разную музыку у них поразительная. Кстати, о концертах. Я был на ISDN Live год назад. Странное действо, собирается куча народу и смотрит в экран, но приход был невероятной силы. Вообще, кстати, если называть самый великий электронный альбом всех времён народов, я подумаю-подумаю и назову Live Forms. Пока мы готовились к передаче, мы тоже успели там перечитать, скажем, некоторую там информацию, да, которая фигурирует в интернете. И есть, скажем, такая точка зрения, которая разделяет всё творчество в соло на то, что было до Акселератора и после Live Forms. Мы решили с этим не согласиться. Ну, вот да, я лично там не согласен в силу того, что я рассматриваю там всё творчество в соло как бы в целом. Но нельзя так делить, потому что ребята работали и до этого, понятно, что они делали что-то там своё. И делали после Live Forms. Они вообще вошли там в другой астрономический космос. И как бы говорить, что это плохо, но тоже неверно. Мне напоминает сразу это Global Communication, который вроде бы и Ambient, а есть такие у них просто релизы там танцевания. Но Global-то в сути они не скрываются. Они всегда держатся своего имени. А эти всё время подразумные. А в фьючер и на, то есть в интернете попалась такая удачная формулировка, почему были использованы столько много различных имён. Что есть музыка, которую они делают постоянно, и она, ну скажем так, продаётся теми лейберами, которые их выпускают. А в сути основной это было Travel. Подразделение Virgin. А есть музыка, которую они тоже делают, но выпускать её под именем ВСОЛ, вот это немножко опасливо, потому что вдруг она не будет продаваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение того, что у них там много альянсов, хорошо озвучил Роб Манли, человек, который достаточно долго представлял компанию непосредственно на лейбле Virgin. Вот как он говорит о фьючерах, что они никогда не выходят на сцену, вы никогда не увидите, как кто-то покупает их записи. Однако каждый раз они попадают в лучшие топ-40 проектов, и все отмечают их работу. Иногда то, что они никогда не появляются на сцене, кажется просто идиотизмом. Но вообще, наверное, они правы, так как появление на сцене в Фьючер Саундов Лондон больше всего было бы похоже на прогулку животных из зоопарка по улице. В целом, вот действительно, эта картина, что в соло они вроде бы есть, а вроде бы их нет. Они что-то делают, все их знают, все их слушают, действительно покупают монеты, как их музыку, в то же время не знают, кто это такие. Вот действительно партизаны, настоящий андеграунд. Вот прекрасный комментарий от нашего третьего ведущего, Ника Заврива. Он пишет, Кстати, обилие имен в период с 88-го по 90-е годы, это вообще традиция. Тогда же в Техно не было принято заводить долгоиграющие проекты. На каждый новый сингл новое имя придумалось. Все типа шифровались. Какой-нибудь Прага Хан, у него вообще было там за сотню имен. Ну это такое, с одной стороны, это да, как бы показательный, может быть, для тех времен. Но в Соло же что, пошло еще больше. У них был свой бзик. А ребята никому не доверяли делать ремиксы на свои треки. И все ремиксы они делали сами. И чтобы хоть как-то вот разнообразить, у них фактически там ремикс от Яги. И все начинают думать, а кто такие Яги? Потом еще написали, инженер Яги этого альбома, а продюсеры Фьючер Станта Плэль. Они все свои альясы выходили, например, там сборники, где выходит сборник, смотришь, 10 имен, все разные. И в Соло есть, и Яги там. Думаешь, вот это да. Это на этом лейбле? В который выходил на EarthBit, да. В студии был записан. И сборник так EarthBit Compilation назывался. А по сути дела, все делают одни и те же люди. Иногда они использовали, скажем, свои подставные имена, будем их называть так, дабы указать, что, например, вот звукорежиссер, там, например, для такого-то трека был Яги, а трек вроде бы написали сами в Соло. То есть, но некоторые имена у них все равно. Мне кажется, у них было раздвоение личности. Вот в чем проблема, болезнь. Ну, я думаю, здесь... Я шучу, конечно. Да нет, наверное, может быть, это тоже есть. Кстати, вот есть забавное, такое небольшое вкропление. Вот что говорил Кобейн о своей встрече с Дуганцем, уже вот по воспоминаниям его. Брайн полностью поменял мой жизненный курс. Я еще носился жестянками и гитарами, а у него в голове уже бушевали безумные амбиции, реализм, отражающий жизнь со всеми его ужасами. Вот человек сказал о первой своей встрече. И после того, как они познакомились, в сущности, вот их там первая работа, это был, да, там, гуманоид по альбому Global. Ну, и даже если опираться там на воспоминания Роба Манли, то, что он говорит о них, что вообще было довольно странно, как эти два человека как-то смогли встретиться. Ну, встретиться-то ладно, а как они смогли ужиться. Потому что со слов Манли человек, ну, два человека абсолютно противоположные. То есть Кобейн до мозга костей похож на поп-звезду, с его слов. Прилизанные волосы, пиджак, способность говорить часами без умолку. И в то же время в противоположности ему Дуганс предпочитает военную форму, бреется нагло и по возможности все больше старается молчать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, по поводу их многих альясов мы прям вот вставляем в микс некоторые вещи. Сейчас по картам Яни, да, лучше так произнести, или ЮНИ. То есть довольно тяжело их там воспроизвести, но это вот их самые первые, да, такие альясы. И ЮНИ, АКНСИ, ФОМАУС с 90-го года. Это то, что практически выходило прям перед выходом Папуа-Новой Гвинеи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Машины, которые будут революционировать телевизор. Если ТВ не понимает это, не нужно играть, мы делаем это как мы делаем радио. Мы делаем небольшие ТВ-статесы, и работаем на периферии, до того, чтобы они понимают, и они будут addicted к ТВ. Ничего не собрестного в ТВ, как получать диджитал-quality sound. Это приходит в, и я не могу, я получаю это. Я извиняюсь, что используя это в таком, я извиняюсь, что революция. Мы вовременно становились все, что я любил, и это как музыкант. Я сейчас должен быть так клево с тем, чтобы я не получился. Я становлюсь музыкантом. Ну, хорошо. Трек тоже 91-го года. Драйв. Трючок Драйв. Проект, как таковой, у них предназначался, скажем, с большей ориентацией на диджей круги. То есть, по тем временам, танцевальная музыка, которую они планировали. Радостно. Слышно, кстати, такая хорошая танцевальная музыка всех времен, я так подозреваю. Ну, то есть, да, там, чтобы где-то это звучало, и народ радостно отрывался. Конвульсировал. Конвульсировал. Да, там. Значит, потом у нас будет Mental Cube. А что, мы не будем больше разговаривать? То есть, подадим послушать? Ну, мы скажем... А давайте послушаем по пури, действительно, на тему этих песен. Вот из такой, потому что мы подойдем еще к одной такой, скажем, вот к одному имени, о котором нужно говорить немножко все-таки отдельно, да, и хотелось бы все-таки выделить и альбом, и название их, кстати, проекта. Вот. А поэтому так пока озвучим. Вот будет Mental Cube. Вот он и Mental Cube. Тоже отдельный такой у них там танцевальный сингл. Кто-то там даже из критиков сравнивал, что вот есть у них нечто подобное с группой Orbital. Вот у этого трека непосредственно. Давайте сравним. Ну, я уже так давай вперед чуть забегу, еще будет проект Metropolis и будет Semirial. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, кстати, играет их тоже очередной такой Один из долгоиграющих проектов Это Яги Чем, скажем, он примечательный? Это имя упоминалось как звукорежиссер Для кого-то трека в соло И что, скажем, отличает от остальных, кстати, проектов Яги выпускается вплоть до 2008 года И даже отдельными мини-альбомами и какими-то мини-пластинками Переходим к очередному громадному имени Которое и сейчас будет звучать Я думаю, может, и ник поправит Ну, ник-то точно, наверное, поправит Наш краснодарский английский Проект Аморфос Андрогеноус Который появился Какой он, получается, в 90-м году? Я думаю, что-то Аморфос Андрогеноус Андрогеноус Андрогеноус, да Но мы их, ладно, чтобы никого не путать Кратко будем называть Аморфами Потому что, в сути, везде там Ну, в принципе, все так называются Как сленг, да, там Аморф-то сразу понимают все, о чем речь Вышел Это был у нас год 93-й, да То есть вышли и Финдриновые сказки То есть Тейлс оф Финдрина Что непосредственно можно сказать Об этой работе Где-то в одних из интервью То есть попалось тоже такое хорошее Вот, скажем, ну, сочетание Как они сами характеризуют Что вот представьте, что у вас есть некий контракт С какой-то такой большой компанией, да То есть на выпуск Вы готовите, готовите материал Приходите, и у вас половину говорят Вот, ребята, нас-то не устраивает А вот это вам вымостим И оставшийся материал вроде бы и выкинуть жалко Потому что он действительно хороший И под именем того же ВСОЛ его внеиздать По формату не подходил Ну, вот, по формату тоже тяжело, да Потому что, в сути, ну, это материал, который там Готовился, по-моему, для следующего, да, альбома Или он был там Что-то оставалось от наработок того же Акселератора То есть появился новый проект Вот как раз под именем Аморфос Вышли эфендриновые сказки Аморфос Ну, вот, и продолжай, скажем, разговор про сказки История создания этого шедевра весьма запутана Но, видимо, только так в мистике и каббалистике рождаются шедевры Это я зачитываю, скажем, некоторые отрывки из рецензии от ворчатой группы ВСОЛ С первых звуков нас затягивает некая абсолютно честная наркотическая трансовая атмосфера Слишком зрелая по сравнению с прошлым альбомом Имеется в виду Акселератор Здесь бит служит кайфу А звуки дрожат, а звуки тревожат бесов, затрагивая тайные струны Да танцевальная музыка не для танцев И тиллинджи дэнс-мюзик по определению Буря эмоций Слушай, танцуй, летай Да делай, что хочешь, только живи Только будь с этой музыкой Только будь с этой музыкой Я думаю, действительно, в полной мере Вот такая вот краткая рецензия, скажем, к этому альбому Хотя мы уже сейчас переходим к слушанию альбома «Каскад» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Кстати, спасибо Нику, он поправил нас все-таки На самом деле Андроджинус Но мы сошлись уже, что будем называть Аморфусом Просто Аморфусом Все, да, будут понимать Немножко вернувшись назад Про эфедриновые сказки Здесь уже, как отмечают по звучанию Проявляется настоящий фсол Который еще, скажем, в последующие годы будет звучать более-менее одинаково То есть красивые эмитные пассажи Акустические гитары И что вот самое такое интересное Что с ними, начиная вот с этого альбома Начинает работать Роберт Фрипп Который играет им на гитарах Ну Роберт Фрипп это вообще такой известный-известный человек Который начинал свое... Не уж не знаю, как начинал Но, в общем-то, был больше известен Как проект такой был Кинг Кримсон Который называл «Психоделический рок» Ну не только психоделический А он «Психоделик рок» Они вообще считаются таким... Добротными рокерами Немножко арт-рока Скажем так, по сравнению с Кинг Кримсон Вот действительно Пик Фрипп это такие махровые, броковые парни И вот Роберт Фрипп это, в принципе, лидер этого проекта Который, собственно, не только гитарист его Но и лидер проекта Со временем стал заниматься Все этими экспериментами В то же время у него были хорошие проекты И с Брайаном Эммана, конечно И с Рюби они тоже делали нормальные Конечно, да, конечно Но это вообще такая легендарная личность На самом деле ей нужно посвящать целую программу Не будем распинаться И вот после непосредственно скажем Эффективных сказок Выходит, да, альбом «Каскад» Где в сущности идет вот то же самое продолжение Тех же самых сказок Остается и звучание легко уже фактически узнаваемое Ну, я на самом деле считаю Вот что «Каскад» Это такое Ну, я не знаю Вот такое введение в альбом В АСДН Который, конечно, для меня это нечто Вообще особенное Причем, когда я его послушал Я вообще не знал, кто такие «Future Sound of London» Мне этот альбом просто презентовали Там в девяносто пятом году Подарили диск И я про них никогда вообще не слышал К тому времени И слушая Потом я нашел другие Их проекты Ну, не проекты, альбом Вот, кстати, «Каскад» нашел И, соответственно, «Акселератор» И я их не узнал То есть для меня, конечно, СДН в тот момент Это было такое нечто особенное Что то, что я послушал до того Мне как-то даже Ну, был непривычным И я могу сказать даже Что это даже не понравилось после АСДН Ну, это вот называется Кто во что послушал Потому что Мне, скажем, после прослушивания Это больше Такая подготовка к Lifeforms Который уже перепрыгивая Немножко вперед Это уже дальше Да, по звуку Я потом уже Lifeforms услышал Ну, да, потому что АСДН Все равно звучит вот немножко Как бы совершенно отдельно Музыка 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 Между прочим Вот Илья сейчас сказал А мы немножко тут обосрались Извините Конечно, Lifeforms был раньше, чем АСДН И мы просто проболтали основной трек Основной, да Который, конечно, и каскад был на Lifeforms И потом мы еще и этот трек проболтали Это, как говорится, увлеклись Ну, Lifeforms это тоже отдельный такой Отдельный релиз Про который можно делать что? Одну из программ IDMA На передачу просто ставить его весь И говорить о нем Закрываться Да, даже говорить мне страшно просто слушать Ну, действительно, хороший Просто безумно хороший Ну, как правильно сказал Ник Завреев Это все-таки, как он сказал Это лучший альбом The Evo Ну, фактически, да То есть это топ-1 И плюс, что помимо их музыки Там замечательный вокал Элизабет Фройзер Это вокалиста Ой, вокалистка В Cartoon Twins И альбом, после которого Ну, наверное, вряд ли не может Что-нибудь сделали Такой же вот Прекрасно, красиво, спокойно Это был действительно эмбинг Может быть, как тогда Понимали То есть для меня это было Вот, Lifeforms на самом деле По-моему, первое, что я вообще услышал Из соло И вот мне сказали Вот кассета Вот это эмбинг Я пришел домой ночью Включил И я помню, что прослушал кассету Наверное, раза два по кругу Я сидел просто завороженный Потому что это было Действительно очень сильно Отличалось от того, что я слышал А тогда уже в сути И попадался мне и Orbital И орба какие-то работы Но вот в соло Они порвали По поводу в солов Мне вот то же самое Я пришел в магазин Я попросил типа орбов Типа Orbital Мне дали ISDN Причем родной диск Причем мне его подарили Поскольку я там работал В соседнем магазине И сказали На, говорит тебе, Саша Вот здесь есть все, что ты хочешь Это я вот запомнил Кстати, сэмпл перед треком Который сейчас звучал Вот сейчас, кстати, нам Ник написал Сэмпл в начале трека был Would you leave the lights alone? Stop flashing your fucking lights Я говорю, откуда сэмпл? Он говорит Слышал историю, что это сэмпл Из бутлега New Order Где Бернард Самнер орет на световиков Вот такая вот феноменальная вещь Сэмпл 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 Казахстан Сэмпл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 что-то вот такого вот этого табу на живые выступления. Я думаю, им просто даже нравится такое делать самим. Вот, спасибо, Аби. Наш ник пишет, что Integrated Service Digital Network, это вот переводится. Полнейшая расшифровка. Ну, еще такой, может, небольшой комментарий к SDN-у. Первый релиз, который вышел в 10 тысяч экземпляров, где мы вычитали, был распродан за 3 дня. Он был распродан за 3 дня, и потом выпустили дополнительно, но уже с добавлением 3 треков, которые потом вышли на отдельные эпишки. Да, первый был выполнен в черном исполнении, черный бокс. А второй в белом. В белом, да. И черный бокс у них, как они сами говорят, это было Дань Битлз, ихний Молвайт Альп. Вот как. Я даже этого не знал. А между прочим, до сих пор этот альбом там с рук стоит бешеных денег, его практически невозможно купить. Да, такой есть. А вот у меня белый вариант оригинальный, да, уже с этим буклетом 16-страничным, и с добавлением 3 треков, которые потом вышли отдельно на вот этой эпишке, которая называется Far Out, Son of Lung and the Ramblings of Mad Men. Но об этом мы тоже немножко, да. Это отдельная песня и обомы этого человека, который там на обложке. Это мы скажем, да, чуть позже. Но пока что у нас звучит? Так, а обмеба мой, один из самых любимых треков этого альбома. Слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати говоря, именно этот трек и вошел потом в отдельную EP 95-го, правда, уже года. И вот по поводу человека, под подседонимом которого, кстати, в Future Sound of London и потом еще тоже выпускались, это Far Out, Son of Lung. Вот сейчас Илья нам и расскажет. Да, там оказалось, вот для меня так вообще это было, да, действительно удивлением. Когда они подписали контракт с Virgin, им была выделена новая студия Airbit. Напротив этой студии находился китайский ресторан, где как раз работал, ну не думаю, что это его там настоящее имя, но как бы связано... Но зато мы знаем его настоящее лицо. Настоящее лицо, да, то есть этот человек... Он даже в клипах засветился. Засветился, да, то есть он засветился в клипах My Kingdom, он засветился на чем? Ну как раз вот и на оформлении обложки этого релиза. На оформлении обложки. И везде, где, если смотреть вот даже видео в соло, везде, где всплывает такой странный китайский человечек... Этого человека зовут там Ланг, или, наверное, Ланг, нет, но я думаю, что Ланг его ритуально на самом деле. Ну, может, конечно, да, то есть это вот их друг, владелец китайского ресторанчика, с которым они подружились, и вот так вот запросто человека выпустили. Может, он действительно сын Ланга, поэтому Far Out, Son of Lung, сын Ланга. Ну, может быть, и да, там даже где-то вот была информация о девочке, которая была на обложках Life Forms, что... Что она еще какая-то родственница этого Ланга? Нет, то есть это действительно была там отдельная какая-то там мадама, вот ее образ использовали в оформлении обложки, а она сама где-то там, ее там следы затерялись в футбольных командах английских клубов, то есть девушку понесло по футболу. А вот этот трек, который называется COW, выпущен был только на сборничке, который назывался Excursions in Ambience, The Fourth Frontier. Ну, сборничек, да, сборничек, да, был хорош. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok